так друзья всем привет рад вас приветствовать на своем канале hustle design давненько новых видео не было просто был немного занят другими делами но сейчас будем продолжать дальше недавно я получил такой комментарий о том что в общем то я снимаю какие-то обзоры но не показываю что с этим делать дальше вот в общем то комментарии ну скажем так типа был негативный хотя на самом деле для меня все комментарии даже негативные приемлемы так что пишите что думаете просто будем как-то корректировать снимать что-то более новое более интересное вот и сегодня решил просто показать как из готового результата то есть из того что мы с вами скрафтим да в нейрон как сделать какой-то небольшой постер который может пойти как и на print так и на печать и вариаций очень много да то есть и просто какой-то граф дизайн может быть и продукция в общем все что угодно в общем судя вообще по всем видео которые у меня есть на канале шедевром на самом деле очень многим залетел все смотрят на него обзор по поводу шедевр мы уже ну до полгода где-то так плюс-минус во всей этой теме плаваю хочу сказать что шедевром все равно не остается супер идеальным поэтому чаще всего пользуюсь либо леонардо либо кандински вот чем и почему лучше я думаю что если вы тоже используете периодически все эти вещи я думаю вы знаете что шедевром не всегда дает нужный результат который бы нам хотелось да в общем давайте мы сегодня будем делать постер естественно с чем с машиной сейчас секундку дайте быстро напишу давайте сделал шаралятах 80 вода и допустим найти тяну ночной городом сейчас мы этот пром скопировать потому что мы еще кое-где его попробуем пробить так давайте генерировать значит смотрим почему неудобно шедевром потому что во первых ждать все-таки дольше давайте вот параллельно откроем кандинским ведем здесь тот же самый провод выберем допустим сразу по стилю что то кстати вот в последних обновлениях видите добавили какие-то примеры чё где как получается так меня интересует вот эта цифровая живопись и давайте сгенерируем шедевром видим дождем еще пока что все генерируется кандински ну конечно да того сейчас нам бы до 4 картинки да у нас здесь будет одна картинка так так это вообще джип поэтому это нам не подходит точно ждем дальше смотрим что у нас здесь здесь пока что 50 секунд здесь уже второй результат странно почему-то не пойму почему он мне не выдает вообще должен джип подавать но не выдает ну да ладно давайте может быть сменим стиль может быть давайте не цифровой обратно вернем на свой стиль в чем суть суть том что шедевром хорошая нейронка бесспорно да там то есть можно взять что-то где-то как-то круто скрафтить но мне нравится что нужно долго ждать я привык как-то побыстрее посидеть по щелкать также dream by вы можете повязать очень крутая тема был уже на нее обзор можете посмотреть для чего и как так подберем сейчас нам подходящую картиночку для нашего постера и продолжу с вами дальше просто но вот кстати на самом деле тут конечно с фарами но мы сейчас это все подправим быстренько сделаем да давайте знаете как сделаем вот эту вот картиночку мы с вами берем да и мы вот эту скачаем быстренько сразу вот у нас одна картинка готова я посмотрю что нам с вами выдаст шедевром но шедевром ставку не делаю потому что потому что это шедевром так и давайте сразу сделаем допустим новый проект графика иллюстрация возьмем плакат единственно что или давайте знаете как по размерам возьмем сейчас я вам скажу мы сейчас супер сильно большой не будем делать давайте возьмем обычный до 10 в 18 на 19 20 ну или давайте даже да давайте его все-таки оставим допустим вот так объясняю почему лучше делать сразу в таком формате то есть до формате вытянутом потому что очень часто нужно допустим одну и ту же картинку там в instagram в к или еще куда-то кому-то допустим для чтобы сделать пост то есть если делать посту там все с нужен квадрат на если делать какой-то stories или еще как-то то есть чаще всего бывает что вам нужно будет вытянутая картинка поэтому мы с вами сейчас создали вот так вот я вам просто на примере покажу что с этим делать дальше дальше мы с вами смотрим сейчас это мне похудел из-за шедевром уже подвисла стоп так ну здесь на самом деле вот это тоже прикольный вариант да ну мне кажется там какие-то косяки прям всплывут ну давайте допустим вот этот вот опубликуем сейчас тоже сейчас у нас улучшится мы с вами с посмотрим чудо как так давайте пока возьмем то что может конец ки сделали давайте отсюда ставим то есть мы генерировали как квадрат вот у нас с вами есть квадрат то есть есть мы оставляем квадрат то по сути все нам этого как бы достаточно мы там уже можем где-то что-то дорабатывать проверять да доделай допиливать вот но а в том случае если допустим нам нужно взять не квадрат да вот как бы буквы чтобы было изображение больше потому что если в том же самом кандинске например соотношение сторон менять то очень часто он будет машину делать не в полный размер то есть он ее будет образно вот 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 так вот плюс минус до генерировать по пол машины поэтому если мы вот ну сделали квадрат то тоже не беда потому что у нас есть два способа дорисовки вот этого изображения да а первый из них это будет мы можем то есть внутри фотошопа просто берем функцию до выделения до выделяем вот этот допустим квадратик правой кнопкой мыши перед этим нам нужно растрировать обязательно то нам не даст сделать заливку растрируем и получается выполняем заливку так все настройки оставляем как есть вот плюс минус на что получилось да вот эти вот кусочки мы естественно можем допустим взять тем же самым размытием да предположим предположим это конечно же образ но вот можно до подразмыть как-то ближний фон то есть сделать такой блюр небольшое размытием принципе уже в глаза не будет бросаться плюсом если делать опять же пастер плакат то здесь возможно какие-то будут еще сверху надпись или там еще что-то и те дать то есть будет не особо видно а вот насчет верхней части в принципе в принципе можно вот сейчас мы с вами попробуем тоже выполнить заливку Вот, то есть мы в принципе Вот эти вот дома можем точно так же Достроить, но смотрите, если мы возьмем Выберем сразу большой кусок И выполним заливку Раз на раз не приходится, но иногда Может получиться так, что он еще кусок машины Сюда перетянет, или вот этих соседних зданий Перетянет Но сейчас получилось более-менее Если еще рассчитывать на то, что сверху У нас будет, можно тоже вот так вот подзаблюдить Немножко, чтобы все вот это дело было Если сюда еще будет накидываться Какая-то графика, то плюс-минус Вот смотрите, так вот из квадрата Мы с вами вытянули прямоугольник, при этом дорисовав Как бы кусочки зданий То есть кусочек дороги Это был вариант номер один То есть это мы сделали все быстро Внутри фотошопа, опять же не всегда Он катит, потому что иногда бывают Где-то какие-то куски, допустим, деревьев Или еще чего-то, начинаешь делать заливку И он эту ветку начинает просто Троить, дублировать, криво Это можно все решить, можно без проблем взять Там, не знаю, штампом или Можно с заменой То есть можно, можно это все дело подровнять Но все равно будут склейки какие-то Ну, будет, короче, как-то немножко кривовато, колхозно Либо мы с вами пока вот не закрыли Кандинского Либо что я делаю я обычно Я просто беру вот так вот, переношу Нашу рамочку, да? Вот пусть будет вот так вот И просто отсюда удаляем так И оставляем, то есть, ну, по-профту То, что у нас с вами было Главное, чтобы стиль оставался, во-первых, тот, который у нас был Да, свой стиль вот этот И промпт Мы давайте просто делаем ночной город То есть я с помощью нейронки Либо в Леонардо это можно в Canvas AI сделать Либо это можно в Кандинске спокойно сделать Просто взять, дорисовать Объясняю почему Потому что там мы с вами, да, сделали вот такую вот заливку Все равно она получилась Ну, более-менее, но вот все равно Есть куски, которые смущают Либо с ними что-то мы продолжаем делать Либо мы забиваем И тут просто уже раскидываем сюда, да, какой-то текст То есть делаем как-то немножко по-другому Либо мы с вами генерируем У нас получается какая-то колбаса на самом деле Давайте еще разочек попробуем Сейчас, поскольку все это делаю фристайлом Результат может быть Ну, вот иногда бывает такой момент Что, да, он начинает как будто бы разделять И можно, не знаю Можно, знаете, как поменять пронт немножко Можно и Night City убрать А мы можем по-русски спокойно взять Написать там ночное небо, допустим, да Сделать вот так, попробовать генерату Сейчас посмотрим Потому что сейчас это, конечно, выглядит как-то непонятно Давайте подождем Вот, да, то есть в принципе Давайте еще разочек сгенерируем В принципе сейчас все это намного лучше выглядит Потому что здания никакие-то непонятные, не вытянутые Ничего подрезать не надо Он, в принципе, сейчас подрисовал неплохо небо Потому что обычно на дорисовку какие-то сложные промпты Лучше не закидывать, иначе он будет тупо разделять ее Вот, как вы видели, там было такое разделение Между первым и вторым слоем И все это выглядело, ну, не очень, мягко говоря Поэтому лучше прям не грузить Вот мы сделали сейчас, да, ночное небо Чтобы он просто не путался И он нам сейчас дорисует вот этот кусочек К этому небу Так, что у нас там с шедеврами? Ну, с шедеврами получилось своеобразно Вот, как видите, здесь, конечно, больше ровня Здесь, допустим, и диски Ну, смотря, конечно, в каком стиле тоже все это дело делать Но, например, вот этот кусок мне очень нравится Потом значок тоже надо менять Колеса мне... Вот в шедеврами очень не нравится вот эта тема с колесами Поэтому давайте пока идем под шедевр Мы оставим... Так, давайте тогда доделывать в Кандинске Вот мы сделали там сверху кусочек неба Ну, и можем, допустим, неважно, где-то здесь Да, мы можем с вами подрисовать Допустим, дальше будем Мокрый Так, шифтон Так, мокрый Асфальт Ну, и генерируем Скай Сейчас посмотрим, что у нас будет дальше В целом, в целом, по генерации я не думаю, что сейчас какие-то будут проблемы Так, давайте дождемся Ну, конечно, можно уменьшить зону вот этого фронта Ну, вот, да, плюс-минус у нас что получилось То есть вот такая штука у нас крутая получилась Теперь мы два раза щелкаем сюда Скачиваем Скачиваем И давайте зайдем в фотошоп В фотошопе уберем пока что этот квадрат Ставим сюда вот так Давайте его подрастянем вот так по углам Чтобы у нас все стало И, допустим, давайте чуть пониже вот так вот Пустим саму машину И вот что в итоге мы имеем с вами, да То есть мы имеем уже такое нормально дорисованное небо Есть у нас с вами здание Как бы все нормально И тут асфальт А вот асфальт тут немножко под вопросом Но, с другой стороны, точно так же Можем взять с вами астрировать И взять вот это дело подзаблюрить Вот так вот чуть-чуть вот быстренько подзаблюрим В принципе, по-моему, нормально По-моему, сойдет Либо можно было еще Давайте быстро вернемся в... Так, вернемся в Кандинского Давайте попробуем, чтобы этого перехода меньше было видно Вернем вот сюда Возьмем вот так ластик Давайте подсотрем вот эту часть немного Это тоже просто иногда помогает Давайте вообще всю вот эту часть сотрем Потому что иногда он из-за этой прямой как бы грани Сейчас какой у нас там стоит мокрый асфальт Из-за прямой вот этой вот грани Он немножко плохо делает склейку Бывает не всегда, но иногда Чтобы не было никаких разделений Чтобы он просто все это подсклеил чуть поровнее Советую пользоваться вот так же ластиком То есть убирать ненужную область Либо которую мы собираемся продлевать Создавать вот такой, как более-менее Рваный контур Давайте сейчас приблизимся Вот сейчас мы в принципе видим, что Ну, стало лучше, но не намного Но по крайней мере вот эти вот куски Он как-то подзамазал, да? И странный мокрый асфальт, конечно Ну, зато прикольно еще блик от фара куда-то сюда ушел Давайте оставим предыдущий вариант Методом проб и ошибок, собственно говоря Давайте оставим предыдущий В целом он у нас нормальный Вот у нас с вами по сути готовый вариант, да? То есть вот было-стало, да? На втором куске, конечно, ну на том, что мы с вами сгенерировали Естественно лучше получается у нас будут здания Которые там тоже можно немножко так дать блюру Чтобы, да, это далеко, где-то на фонах Там вот эти вот верха просто подблюриваем Вот такие вот способы, методом И давайте быстренько все-таки перейдем уже к машине Старую удалим, машину оставляем Что мы можем сделать Точнее, что я делаю обычно вообще с фарами, да? Когда они фары или какие-то элементы Которые с одной стороны получились хорошо С другой не очень Обычно я просто все это дело вот так вот выбираю То есть получается берем прямолинейный вот этот вот лассо Который можно выбрать Зажимаем Ctrl-C, Ctrl-V У нас создается слой с этой фарой Дальше мы ее просто берем, вот так вот переносим Мы ее можем отразить по горизонтали Чтобы она у нас была как-то более-более подходила Скажем так, под то, что сейчас тут должно происходить И вот таким вот методом мы ее по сути переносим Можно перенести вот так Но выглядит тоже не очень, да? Либо-либо можно ее... Стоп, куда-то я ее удалил Либо мы можем сделать наоборот Чтобы вот у нас была вот такая вот состыковочка небольшая Давайте сейчас приблизим Что-то у меня получается оттянуть ее Вот так То есть мы ее плюс-минус получается, что как бы отзеркалили Есть небольшое наложение Но мы все это дело тоже можем Можем вот так вот объединить Сейчас объединить в нижнем применении слайды И взять опять инструмент выделения И вот это вот выбрать И выполнить заливку с учетом содержимого Так, будет получше И давайте вот так тоже сделаем Заливку с учетом содержимого Ну, на самом деле уже будет больше похоже на все-таки на фару Пускай это такой своеобразный либо блик Либо давайте удалим Мы можем тогда в принципе то же самое взять, сделать Просто так удалим это С учетом самого штамма как бы, да? Уменьшил только размер Оп-оп-оп Не оттуда мы берем Давайте вот отсюда возьмем Можем подмазать вот таким способом, да? То есть как-то вот так аккуратненько все это подсмазать, убрать И в принципе вот уже оно в любом случае С накинутыми текстурами будет лучше смотреться Либо у нас есть с вами еще вот такой инструмент Восстанавливающая кисть Вот, ей тоже на самом деле очень круто такие штуки мутить Но опять же не всегда Давайте вот уменьшим Возьмем, поставим отсюда вот так вот И вот чуть-чуть ее подразмажем Ну, то есть вот плюс-минус как-то вот так В чем просто я прикол? В том, что она потихоньку получается Она по мере того, как вы ей ведете Она еще создает такой небольшой блюр Получается делать склеивание То есть вот у нас с вами это готово Теперь по поводу решетки По поводу решетки на самом деле Было бы неплохо понятно Все это дело вот так вот подстереть И сюда вообще или сверху Вот здесь вот по чуть-чуть подубрать Это немножко все дело не убирается Давайте попробуем, знаете, как сейчас это мы сделаем Давайте мы попробуем Либо вот залить Либо сейчас мы прям буквально 2 секунды пробуем Вот, залили все четко То есть значок мы убрали В принципе, если у вас прям вот нужно сделать Что это вот именно Chevrolet То спокойно можно быстренько найти А мы с вами сейчас так и сделаем Давайте вот эти косяки тоже все какие-то непонятные Блики, точки Все это подсмазываем, удаляем с помощью заливки То есть, видите, все более-менее ровно получилось Смотрим сразу где-то, может быть, на дисках Где-то по кузову Но в целом больше ничего не видно В принципе, столбы как стояли, так и стоят Фару мы с вами сделали По номерам, не знаю Если есть заморочка или желание что-то где-то менять Я обычно не меняю Потому что, ну, какие-то такие где-то надписи Если они сильно в глаза не бросаются И должны быть там на определенном месте Например, вот на здании какая-то надпись Если она не близкая, она не читается Можно подзаблюрить, да, там и все И забить, не заморачиваться Если нужно изменить, то берем, меняем Точно так же можно и здесь Вы немножко блюра кинули Оно как бы не читается За счет блюра подразмазывалось Вот так вот, да, то есть Ну и вот, в общем-то, все Вот блюра накидали Надо было, на самом деле, давайте поменьше сделаем А то колесо ушло, да Просто берем, сейчас делаем меньше Сам размер кисти Так, вот так вот, да, допустим И просто можно максимально вот так вот Не максимально, да, чуть-чуть вот так Пощелкаем на это, на надпись Мы ее подзаблюрили В принципе, она особо не читается В глаза особо не бросается Либо можно вот все отменить Да, плюс-минус так оставить Неважно Это уже какие-то мелочи Если нужно их дорабатывать То дорабатывайте по-любому А вернемся, значит, к тому, что мы с вами делали В принципе, фару мы там более-менее сделали А сейчас мы еще возьмем Давайте создадим Возьмем эллипс И возьмем по цвету По цвету Давайте пипец Давайте возьмем вот какой-то Такой желтоватый, например, да Возьмем, значит, эллипс Давайте сделаем сразу Вот так вот Раз кружок Так, стоп Вот так Раз кружок И мы его сейчас дублируем Вот сюда перенесем И чуть-чуть его давайте уменьшим Вот так вот два кружка Сейчас объясню, для чего мы это делаем Вообще, по цвету, по цвету, да Я бы его сделал бы, наверное, более в такой Выжеватый Но он сейчас не хочется Не хочет краситься Ну-ка, стоп И давайте оставим желтым Давайте оставим желтым Ладно, возьмем вот эти две фигуры Мы их с вами объединяем сначала А потом мы их с вами просто берем и растрируем Для чего? Теперь мы с вами берем, заходим в фильтр Заходим в размытие Делаем размытие по гауссу Ставим там Пускай будет вот так вот Это 20 Нет, это уже много Ну, ставим вот так вот на 30 Смотрим, да В принципе, в принципе Поскольку у нас на асфальте есть тоже отражение То если фары будут вот так поярче немножко светить То будет лучше Поставили, значит Ну, поставили размытие Оставили, все Пускай у нас вот так стоит, светится Дальше предположим, что мы с вами делаем Ну, постер, да Давайте напишем название, естественно, машины Значит, это у нас с вами Так Почти Так, это у нас с вами шевроле От Тахо давайте сделаем отдельно Сейчас мы сделаем шевроле Вот так вот, да Перенесем, давайте пока что вот сюда просто кинем И, допустим, делаем Тахо, да Делаем Тахо И переносим пока вот сюда центруем Так, пошлифтам, пошлифтам Давайте что-нибудь, что-нибудь возьмем Хочется по Готике вообще прям взять и шатать Но, в принципе, можно и по Готике Но по Готике, наверное, давайте не будем Давайте возьмем, возьмем Эйбус И поставим Так, стоп, окей, не то поставил Вместе здесь на нули Давайте вернем Пускай будет разрежен немножко И этот можем взять с вами Сейчас у меня где-то был шрифт такой Кстати, хороший шрифт Называется Я его просто стал много что-то где использовать И он у меня в Телеграм-канале есть Те, кто подписан, знают Потому что уже его скачивали Так, стоп, что-то я не могу На М, что ли, он Вот он, Магоми Так Давайте поставим то, что здесь на нули И давайте его сразу по размеру поставим Побольше пока что вот так Так, почему-то А, это у нас понятно Это автоматический вот размер По размеру пускай будет вот так И давайте поставим на лай Поставим Плюс-минус пускай будет вот так Как вот у нас все это дело выглядит Да, пока что По цветам пока что тоже ничего не меняем То есть оставляем вот эти вот два шрифта Давайте зайдем Еще один сайт Ссылку, кстати, скину в Телеграм-канал Зайдем на еще один сайт Здесь я уже вводил Только что буквально Вот пробовал Найти хотел Вот логотип как раз Это сайт, где различные Есть ПНГ-шные картинки То есть Ну, как видите Здесь можно как бы Вот это все в ПНГ Это можно быстренько скачать Куда-то, где-то вставить Посмотреть Нравится, не нравится Вот, то есть Можно как-то определиться Давайте возьмем С вами Вообще здесь есть Прям уже такой вот логотип Мне вот нужен логотипчик Давайте возьмем Вот такой вот Сейчас его быстро скачаем С вами Так, нажмите Это, ну понятно Это быстренько Мы с вами Так, походу Делал я робот Не, нормально Скачал Давайте вот сейчас возьмем Быстренько логотип С вами вот этот Кстати, Шевроле Тогда можно убрать Давайте Давайте вообще Вот так сейчас Делаем Так Тахо мы с вами Оставим Шевроле Вот эту вот Мы с вами пока что Уберем Скроем На эту ПНГ-шку Мы с вами сделаем Наложение цвета Цвет Давайте возьмем Сразу вот этот Вот рыжий Вот оранжевый Да, вот так вот Возьмем И давайте Мы с вами Ее вот так вот Уменьшим Уменьшим Пусть будет Где-то вот так По центру Это мы уменьшим А так Мы давайте С вами Сейчас Увеличим Так, да Давайте еще Это все Делал Подтянем Вот так вот Наверх Пускай будет Как-то вот так Так Допустим Пусть это будет Так Еще плюсом Что мы можем Здесь добавить Ну, это Образно Мы сейчас делаем Быстрый какой-то Постер Не хочу Просто Супер Сильно Долго Грузить Потому что Реально Можно Еще плюсом Там, да Где-то Что-то Как-то Давайте Возьмем Накидаем Образно Да, какой-то Текст Допустим У нас Это Скажем так Ну, какая-то Рекламка Небольшая Давайте Знаете Как Чтобы Это у вас Все интересно Выглядело Я тоже Для какого-то Примера Просто беру Иногда Открываю Там Переводчик Дип Кстати Хороший Переводчик Тоже Ссылочку Оставлю Ну И там Быстренько Давайте Путешествие Там Точка Да Примерно Да Допустим Вот У нас С вами Есть Текст Давайте Мы Быстро Копируем Это Все Образно Теперь Теперь Выбираем Этот Текст Давайте Вставляем Вставляем То Что Нам Нужно Control V Теперь Давайте Вот так Сделаем Так Стоп Это Мы Выйдем Сюда Давайте Мы Его Сейчас Подтянем Чуть Чуть Уменьшим Это Конечно Не Фигма Фигме Было Поудобнее Здесь Предлагаю Ориентироваться По Саму Надпись Тах Адем Примерно Это Будет Вот так И Смотрите Что Мы Сделаем Сейчас С Вами С Этим Шрифтом Во Первых Давайте Мы С Вами Его Выбрали И Давайте Мы С Вами С С Делаем Белым Во Вторых Давайте Мы Разобьем Немножко Так Так Роудс Так И Мы С Вами Прописали Да Плюсом Смотрите Что Мы Можем С Мы Можем С Вами Быстренько Просто Взять И Допустим Вот Я не знаю Недавно У меня Был Т3D Пак Опять же Те Кто Подписан На Телеграм Канал Знают Что Такая Штука Есть Мы Можем Что С Вами Сделать Можем Накидать Допустим Каких Логотипов Каких То Сейчас Покажу Сейчас Делаем Это Растрируем Дальше Делаем Триминг Делаем Пикселя Ctrl Т Вот Все У нас Обрезался Вот так Вот Накинуть Его И Можем Его Так Если Мы Сделаем Наложение Цвета Нет Мы Можем Сделать Редактирование Изображения Коррекция И Допустим Черный Где Там Был Обесцвеченный Черный Белый Вот так Черный Белый Еще Ну К примеру Да Вот так Вот Если Сделать А Еще Если Сделать А Нет Если Сделать Тиснение Или Глянец То Наверное Получится Не то Нет Это У нас Не Будет Пускай Будет Плюс Минус Как То Вот Так Все Это Дело Выглядит Чуть Пониже Давайте Опустим То Здесь Можно Сделать Какие Определенные Спонсеры Как Я не знаю Вставочки Образно Либо Либо Опять же Из моих Паков Которые Я Закидываю Периодически Это Просто Уже Так Идут Какие Маленькие Доделки Как Просто Докидываем Стиль Назовем Это Так Сейчас Секунду У меня Где-то Было Как Раз Теги У меня Были Да И Вот Последний У нас Седьмой Пак Допустим Давайте Возьмем Black School Вот Это Сделаем Так Мы Его Добавили Дальше Мы С вами Его Давайте Растрируем Сразу Растрируем Дальше Мы Сделаем Тримминг Чтобы Убрать Ненужные Нам С Обязательно Чтобы Если Включить Так Command R По-моему Направляющие Да Если Мы Возьмем С вами Вот Так Направляющие Поставим И Здесь Вот По Букве Т Получается Ну Плюс Минус То Мы Естественно Стараемся Делать Так Чтобы У нас Все Было Ровно И По Вот Это Направляющие Мы С вами Выставляем Так Сейчас Увеньшаем Слишком Большая Будет То Чтобы Все Было Плюс Минус Везде Как Б Ну Равномерно Аккуратно И Смотрелось Так Че-то Я Не То Выбрал Еще Разочек Предположим Чтобы У нас С этим По Размеру Совпадало Предположим Вот Так По Наложению Цвета Давайте Может Быть Выберем Че-то Другое По Цвета Потому Что Там С С С С С С Белая Будет Вот Так Сделаем И Можем Так Это я не то Опять Сделала И можем Еще Что-нибудь Давайте Закинем Неважно Что Вот Стридстайл Еще Есть Давайте Его Закинем Тоже Самое Быстренько Проделаем Также Сделаем Мы Его Растрируем Дальше Изображение Тримминг Обязательно И Давайте Накинем Цвет Тоже Будет Белый Так Ctrl Т Или Комна Т Уменьшаем По Размерам Можем Так Рядом Подставить Плюс Минус Так Уменьшится Плюс Минус Чуть Чуть Поменьше Вот Так Вот И Все По сути На Эту Сторон Просто Переносим Ориентируемся По краешек Текста Вот Так Плюс Минус Оставляем Так Комна Тр Убираем Это Мы Можем Отсюда Выкинуть Так Так Вот Получается История В принципе Выглядит Уже Круто Но Кое Чего Не Хватает А Естественно Не Хватает Нам С Вами Сейчас Я Вам Скажу Что Нам Не Хватает Нам Не Хватает Текстур Слишком Много Что Мусора Стало На Компе Но Тем Не Менее Сейчас Быстренько Я Найду 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 Где То У Меня Здесь Это Было Вот Наверное Где То Вот Здесь Вот Здесь Вот Здесь И Давайте Вот Этот Магазин Градиент Наложение Давайте Сделаем Допустим Можно Сделать Экран И Понизим До 60 То есть Чтобы Не так Супер На Полтинник Давайте Поставим По-моему Вот так Будет Помягче Будет Получше Смотреться И Вот Если Мы Приблизим Видим Текстура Наложилась Свечение Тоже Получается Накладывается Текстура Свечение Поменьше Заметным Таким Становится Здесь В принципе Все Как Было Так Осталось Да Текст Есть Это Есть Вот По сути Берем Сохраняем И вот Мы Получили С вами По итогу Вот Такой Вот Постер Вот Не знаю Я просто Чаще всего Использую Именно Вот Каких Таких Целях Именно Вот Такие Вот Склейки Делаю И Обычно Ребятам Либо Какая Афиша Если Нужна Вот Так Вот То Что У меня Заказывают То Я Просто Беру Раскидываю Получается Либо В нейронке Либо Естественно Если У вас Есть Планшет Вы Можете За основу Брать Какую-то Картинку С нее Стрисовывать И делать Такой Процесс Как бы Более Сложный Вот То есть Что-то Еще Плюсом Отрисовывать Но Если Вам Нужно Допустим Быстро Где-то Что-то Сделать Либо Не Обязательно Быстро Этот Вариант Еще Можно Дорабатывать Переносить Текст Пробовать Еще Экспериментировать Точно Так Мы С вами Можем Взять Значок Chevrolet Добавим Сюда На Решеточку Что В общем То Стоило Сделать Поскольку Логотип Я Суставил Вариаций Много В принципе Плюс Минус Как-то Вот Так Все Это Дело Работает Поэтому Создавайте Творите Пробуйте Если У кого-то Есть Планшеты Рисуйте Обязательно Либо Заходите В мой Все Теги Труап И Сейчас Еще Стал Последнее Время На планшете Делать Вот Такие Небольшие 3D Стикеры То есть 3D Такие В надписи Возможно Вам Пригодится Вот Так Как-то Плюс Минус Примером Каким-то Накидывать Либо Куда-то Еще Накидывать Это Все Зависит От Вас Куда Хотите Туда Используйте А На Сегодня У нас С Комментария Может Быть Какие-то Предложения Пожелания Что-то Исправим Что-то Водправим И сделаем Крутой Новый Контент Всем Спасибо Всем Пока